привет всем а меня зовут елена я очень рада видеть вас на своем канале о вязании и сегодня хочу предложить связать крючком из джута вот такие вот объемные цветочки я связала их для декора тапочек верхней детали смотрятся они на тапочках очень симпатично имеет объемную форму вот состоит из таких вот ракушек закрученных вяжется достаточно просто но чтобы новичкам справиться с этой работой нужно будет повнимательнее смотреть мое видео вязать можно из любой нити как из джута так и из шнуров любого диаметра естественно надо будет просто подобрать нужного размера крючок ну и конечно же есть трикотажные пряжи давайте приступим я думаю вам будет интересно и я постараюсь понятно все показать и объяснить итак приступим 2 миллиметровый джут крючок 3 миллиметра можно взять больше я вот вижу третьим оставляем хвостик для того чтобы потом вот этот декор наш можно было присоединить без дополнительных ниточек хвостик сантиметров 15-20 там уже смотрите сами как и куда вы его будете присоединять делаем набор из 6 воздушных петель раз два три четыре пять шесть такая цепочка соединяем эту цепочку в кольцо соединительным столбиком в первую петельку которую мы сделали вводим крючок и рабочей ниточкой захватываем протягиваем сразу через две петли образовалось кольцо 5 воздушных петель подъема и столбик с одним накидом в образовавшиеся колечко далее 2 воздушных петли и еще столбик с одним накидом в кольцо 2 воздушных петли столбик с накидом в кольцо 2 воздушных петли столбик с накидом таких столбиков нужно провязать 7 штук 4 столбика у нас уже провязано 2 воздушные петли между столбиками 5 столбик 2 воздушные петли 6 2 воздушные петли 7 столбик также 2 воздушные петли проверяем считаем 1 2 3 4 5 6 7 столбиков и цепочка из воздушных петель которую я вязала для подъема сейчас делаем соединительный столбик в третью петельку 1 2 3 вот сюда соединяем захватывая нить протягивая ее через петлю и протягивая эту же самую ниточку через петельку на крючке соединительный столбик набираю 3 воздушных петли после соединения и соединительным столбиком присоединяю шляпку первого столбика с накидом который мы вязали в кольцо переворачиваю на изнаночную сторону провязываю два столбика ой 2 2 воздушные петли и вяжу полу столбики с одним накидом вот в эту образовавшуюся петлю 1 2 3 4 5 6 6 полустолбиков с одним накидом переворачиваю и буду вязать также полустолбики с одним накидом вот в этот столбик который у нас получается прямо продолжением от нашей связки вот таким образом сюда ввожу крючок захватываю нить и провязываю полустолбик с одним накидом 5 полустолбиков сюда за эту образовавшуюся перемычку то есть вот за этот столбик с одним накидом который мы провязали в кольцо 5 далее поворачиваю изделие и присоединяю соединительным столбиком вот в эту петельку с которой у нас началось вязание этого элемента вот такая вот ракушечка у нас получилось продолжаю 3 воздушные петли присоединяем к шляпке столбика с одним накидом который был провязан в круг соединительным столбиком вот у нас образовалась опять петля переворачиваю изделие и и провязываю вот в эту образовавшуюся петельку вот она 6 полустолбиков с одним накидом 2 2 3 4 5 5 6 переворачиваю и вяжу 5 полустолбиков с одним накидом вот в этот столбик он будет он сейчас прячется у нас который у нас идет продолжение накид вот у нас этот столбик заводим под него крючок и провязываем 5 полустолбиков полустолбиков с одним накидом 5 переворачиваю и соединительным столбиком соединяю нашу ракушку вот сюда в эту шляпку с которой мы начинали этот элемент вяжу крючок захватываю нить и протягиваю через две петли 3 воздушные петли присоединяю шляпку столбика соединительным столбиком и все элементы продолжаются у нас так же как и 1 2 переворачиваю провязываю 2 2 воздушные петли 2 воздушные петли и в образовавшуюся дырочку 6 полустолбиков с одним накидом 3 4 5 6 переворачиваю вот у нас этот столбик за который нам нужно прицепить нашу ракушку вот он делаем накид завожу крючок под этот столбик и провязываю 5 полустолбиков можно увеличить размер цветка провязывая не полустолбики а столбики с одним накидом или даже можно вязать столбики с двумя накидами то есть цветочку будет у нас увеличиваться в размере так что у нас получилось 5 переворачиваю и присоединяю в начало элемента образуется следующая ракушечка вот три у нас уже есть далее 3 воздушные петли присоединяем соединительным столбиком 2 воздушные петли подъема переворачиваю 6 полустолбиков с одним накидом 3 4 5 6 переворачиваю нахожу столбик из кольца вот он и вяжу сюда 5 полустолбиков даже вообразовавшуюся перемычку опять переворачиваю расправляю цветочек уже образующийся нахожу петлю вот она и присоединяю образуется ракушка так вот дальше продолжаю вязать еще 4 ракушки у нас остается последнее деление заметили наверно что с каждым разом все как бы сложнее потому что здесь большой объем провязываю 3 воздушные петли присоединяю чтобы образовать петельку вот у нас начало первого вот у нас вот этот столбик которому мы присоединяли будем вводить крючок вот она это у нас шляпка вот сюда будем вводить крючок для присоединения 3 воздушных петель вводим крючок достаем ниточку и присоединяем ее 2 воздушные петли переворачиваем изделие и в образовавшуюся здесь петлю провязываю 6 полустолбиков с одним накидом 4 5 6 переворачиваю изделие нахожу последний столбик вот у нас не обязаны завожу крючок 5 столбиков полустолбиков с одним накидом 3 3 4 5 переворачиваю и делаю присоединение последней ракушки в тот же самый за ту же самую шляпку вот она куда мы делали присоединение последнего элемента ввожу крючок захватываю нить натягиваю ее и и соединительным столбиком закрепляю делаю еще одну воздушную петлю закреп отрезаем нить эту нить я пропущу протянули к центру потому что в моем случае я буду крепить эту деталь этот декор буду крепить от центра и даже сделаю наверно вот так чтобы полностью ее закрепить тоже самое можно сделать из этой петли с этой ниточкой протянуть ее на противоположную сторону чтобы нить нитки смотрели друг напротив друга это будет при присоединении удобнее и закреплю ее здесь тоже воздушной петли вот так вот и итог сейчас все это расправил можно отпарить подтянуть все получился вот такой цветок вот такой декор получается вот эти два цветочка я вязала столбиками с одним накидом здесь то что вам сейчас представила в мастер-классе полустолбиками разница небольшая но она присутствует если взять крючок побольше четверочку цветочек будет еще больше по размеру но он уже будет не такой плотный и использовать его допустим вот в моем случае как я делаю это на тапочек будет не очень удобно потому что он будет мягкий будет постоянно отходить и придется дополнительно крепить каждый лепесточек к изделию чтобы декор хорошо лежал думаю что вам понравился этот мастер-класс вязать можно из разных материалов также есть трикотажные пряжи и шнура разного диаметра разного размера и очень рада что вы досмотрели мой мастер-класс до конца значит это было интересно для вас и буду рада если вы примените такие цветочки в своем декоре если интерес есть как присоединить данный декор как вот я в данном случае вязала его специально для тапочек вы можете посмотреть на отдельном видео ссылочка по нему будет здесь либо инфобоксе внизу под этим видео спасибо большое за внимание хорошего настроения и до новых встреч